Когда я только взял в руки Mi 9 SE, я сам себе сказал Вот это настоящий Xiaomi Цена у него 100% попадет до 270-300 долларов Этот смартфон, зараза, компактный И самое интересное, что в этом сегменте не хватает компактных смартфонов Вот, кстати, почему Samsung S10e так все облизывают Хотя он реально проигрывает Pixel 3, он тоже компактный И я долгое время им пользовался По поводу SE Здесь Snapdragon 712 стоит Нам обещают глобальную версию И есть NFC Но, друзья, не все так здесь гладко И начинаем обзор именно с NFC Потому что в Mi 9 SE, в моем экземпляре, не работает NFC Google Pay просто-напросто не хочет привязать карточку Все дело в том, что Xiaomi с каждым годом все больше и больше наглеет И помимо того, что в 2018 году они запретили блокировать загрузчик в китайских смартфонах, перепрошитых на глобалку Еще также в некоторых смартфонах просто-напросто не подвязывается Google Pay Допустим, в Xiaomi Mi 9 и в Mi Mix 3 все было хорошо, потому что там гуглы были вшиты И, кстати, когда мы гуглы устанавливали, то просто-напросто скачали АПК и все завелось Google Pay там работает, NFC тоже В Mi 9 SE такого не получится Нужно делать это все через инсталлер Гуглов здесь нету И Google Pay просто-напросто не дает подвязать вашу банковскую карточку Так что Mi 9 SE обязательно берите на глобальные прошивки И китайскую версию, если вы возьмете, то она должна быть дешевле и дешевле гораздо больше Ну или же у вас должны быть прямые руки И здесь, кстати, я хочу обратиться к своим коллегам, потому что я ни в одном обзоре про Mi 9 SE не увидел эту информацию Хотя на руках уже есть китайские версии этих смартфонов у обзорщиков Все почему-то молчат Коллеги, давайте тестировать смартфоны для людей, проверять все и выкладывать это непосредственно в видео А самый позитивный момент в SE это, ясно дело, его размер Диагональ 5,97 дюймов Это реально компактный смартфон Его реально приятно держать в руке Но по поводу дисплея, вот что я хочу отметить Если сравнивать с Mi 9, то вы реально увидите разницу В Mi 9 SE видно, что матрица дешевле Ну и Mi 9 SE приятно очень лежит в руке Но опять-таки, если вы переходите к какому-то лопатофону 6,4 дюйма, то вы это почувствуете И это чувство у вас пройдет через несколько недель, как это у меня было с пикселем третьим Но опять-таки, когда ты берешь потом лопату, то есть 6,4 дюйма, ты видишь, насколько много там помещается информации И лично для меня, как оказалось в итоге, для работы это удобнее Но компактный смартфон всегда хочется держать под рукой И акцентировать внимание в обзоре я хочу в первую очередь на камере Потому что здесь стоит точно такой же сенсор, как и в Mi 9 Как и в Redmi Note 7 Pro в Индии Это я говорю в прошлом видео обзора Mi 9 И вот у меня здесь закрадывается вопрос Что-то от нас скрывают Один и тот же самый сенсор в смартфоне за 500, за 300 и за 200 долларов Что-то здесь не то однозначно И мы сравниваем его с Mi 8, потому что Mi 8 сейчас стоит 310-340 долларов И с Redmi Note 7 с читерской Google камерой Кстати, хочу отметить, что здесь нет оптической стабилизации, как допустим в том же Mi 8 И отдельное видео мы выносим на лайв-канал, оно сейчас здесь появляется Потому что фоток мы сделали много, а в этот обзор буквально несколько для вас покажем с комментариями На лайв-канале будет без комментариев видео Начинаем с дневного фото и вообще-то здесь Mi 9 SE должен всех рвать Потому что у него типа 48 мегапикселей Но опять-таки это все на бумаге И вы сейчас сами увидите, что никаких особых отличий по камере с Mi 8 и с Redmi Note 7 с Google камерой нет Очень странно Ведь, как я говорил, этот же сенсор стоит и в смартфоне за 500 и за 200 долларов Однозначно они что-то урезают в программном обеспечении и обманывают нас Теперь вечер, освещение есть, но оно недостаточно И должен сразу сказать, у Xiaomi в 2019 году с камерафонами проблема Кроме охренительного бюджетного смартфона Redmi Note 7 Вы посмотрите, что он творит с Google камерой Он даже Mi 8 на стоке его делал Там тоже, кстати, можно Google камеру накатить Но это отдельное будет видео И Redmi Note 7 все же поблажка, все же он стоит всего лишь 200 баксов Короче, Mi 9 SE вообще ничем не удивляет по камере Камера на стоке и с тем ПО, который у нас сейчас есть Просто отвратительная Ждем, когда там можно будет накатить Google камеру Потому что сейчас она не заводится Так, теперь фото ночью Плохое освещение И вы даже сейчас можете увидеть, что Redmi Note 7 200 баксов явно не стоит по камере Ну или Mi 8 и Mi 9 SE не стоят этих денег, за которые за них просят Я, конечно, не знаю, как еще назвать это фото Но Mi 9 SE вообще ночью никакущие Если вам кто-то будет говорить, что там, ну, достаточно хорошая камера Там камера говно, друзья Знаете, такой уровень бюджетника Redmi 5 А вот Mi 8 на стоке шумит как бы сильно Но достаточно много деталей И, по сути говоря, он уделал Redmi Note 7 Но Redmi Note 7, опять-таки, за 170 баксов И он просто красавчик Хотя шумодав, видно, как в Google камере очень сильно все заблюривает Но это терпимо, опять-таки, смотря на его цену Так, это у нас сравнение видео И сравниваем с Redmi Note 7 Google камера И там есть 4K То есть в Mi 9 SE, ясно дело, тоже есть 4K Давайте, это моя ходьба Это у нас фокусировочка И смотрим, как экспозиция Что у нас с фокусом Фокус там и там прыгающий Капец какой Ну и давайте пробежечка Работа с таба Вот как-то так Ну и звук, ясно дело, вы тоже слышали И теперь от камеры переходим к фишечкам Mi 9 SE Все же здесь есть сканер под дисплеем Разбекровка, в принципе, для цены 250-200 долларов хорошая Он, в общем-то, похож очень на Mi 8 Pro Который у нас тоже был Но с Mi 9 его сравнивать не стоит Потому что он здесь явно медленнее И что самое главное В Mi 9 SE очень часто он просто-напросто не срабатывал Я не знаю, получится ли показать это на камеру Вот реально он глючил Возможно, программное обеспечение Но вот чувствуется, что здесь сканер под дисплеем дешевый Возможно, второго поколения Первого, не знаю, разборки еще не было этого смартфона Также здесь есть разблокировка по лицу И все же это у нас обзор с некой интеграцией Сравнение Mi 8, а там, друзья Отдельная инфракрасная камера Которая позволяет разблокировать смартфон гораздо быстрее, чем SE Ну и плюс ко всему Если вы будете разблокировать смартфон ночью То Mi 9 SE будет слепить вас А Mi 8 сканирует все хорошо По поводу программного обеспечения Что вам сказать? Это Xiaomi, это старт продаж Глюки, баги, вылеты Вот даже случай был, когда я подключил Bluetooth наушники OnePlus'а к этому смартфону Отключился Wi-Fi Это был один раз Потом этого не происходило Но как-то все странно Да и, друзья, в играх 712-й должен показывать отменный результат В PUBG лаги В играх лаги Просто-напросто фигня какая-то От Xiaomi на старте продаж Я эти смартфоны ни в коем случае никому не рекомендую Нужно ждать однозначно 3, 4, 5, 6 и так далее месяцев И, кстати, история эта мне напоминает Mi 8 SE Там было все то же самое Кстати, Meizu, когда выпустил смартфон на 710-м Snapdragon У них таких лагов не было И еще хочу кое-что вам сказать Очень многие говорят, что этот смартфон на глобальной прошивке Будет себя вести лучше Потому что глобальные прошивки стабильнее Честно сказать Я очень долго пользуюсь китайскими смартфонами На китайской прошивке И китайские прошивки всегда стабильнее Когда я потом перепрошиваю на глобалку Даже проходит некоторое время 3-4 месяца Глобалки глючат, нестабильные Я их не могу советовать Но в любом случае у нас варианта нет Потому что глобалка однозначно для многих лучше И при этом всем Я вспоминаю Mi 8 Lite Mi 8 Redmi 5 В Redmi 5 вообще со звуком была проблема Потому что на глобалке был плохой звук А на китайской прошивке хороший И еще отмечу Что все кастомные прошивки Пишутся только на китайской прошивке Глобалка в учет не берется Так что с одной стороны Китайская прошивка хорошо Сейчас она глючит Ее быстрее адаптируют Натальше чем глобалка 100% Но при этом всем У нас варианта нет Потому что с NFC проблемы Лучше брать смартфон сразу же на глобалке Или человек с прямыми руками Может взять китайский смартфон Перепрошить потом на глобалку Накатить все необходимое И дать доступ к Google Play То есть закрыть от него рут права Ладно, переходим к батарейке Сразу же показываем нам таблицу С сравнения опять-таки с Mi 8 И в общем-то Mi 9 SE сначала не внушал доверия Все же батарейка 3070 мАч Но он показывает результат Mi 8 С 3400 мАч 712 Snapdragon Очень хорошо себя показывает В автономности в играх Но все же при просмотре YouTube 3400 в Mi 8 Дают о себе знать В общем-то по автономности Он меня даже больше удивил Так как он держит точно так же Как Mi 8 И это все на очень сырой прошивке Когда ее адаптируют Я надеюсь, что это произойдет То Mi 9 SE будет нас удивлять Ведь 712 Snapdragon Энергоэффективный 10-нанометровый И здесь все должно быть хорошо По звуку в наушниках Через переходник Ясное дело Все как бы хорошо Для этой цены нормально Но чего-то сверхъестественного нет Слава богу Есть APTX на борту Поэтому через Bluetooth Все будет хорошо А вот по поводу Звука мультимедийного динамика Давайте по нашей традиции Сравнение в студию Звука мультимедийного динамика Какой итог? Сейчас, если вы зайдете на сайт синтетики И увидите там цену На момент записи этого видео 370 баксов Xiaomi пошло ты в жопу С такой ценой на этот смартфон Потому что за 340 Вы можете взять Mi 8 На глобальной прошивке Даже с Алиэкспресса Там работающий NFC Там 845 Snapdragon Плюс-минус Тоже самое автономность И камера Что самое главное лучшее Этот смартфон Однозначно нужно брать На глобалке Чтобы у вас сразу С коробки работало NFC Ну и плюс ко всему Там будет 20-й бен Для некоторых Это очень важно И цена ему Ну елки-палки Ну 280 С работающим NFC С неработающим NFC Китайской версии Ну 240 250 И только при условии Если адаптируют Программное обеспечение И вытянут камеру Хотя если все это В сумме сделают То может быть Многие из вас Готовы будут заплатить И 300 баксов За этот смартфон А так за 310 Можно китайскую версию Взять Mi 8 На котором тоже не работает NFC Если не накатить На него Прямыми руками Некоторые важные вещи Которые у нас Везде на форумах Посят Короче Я вообще изначально Хотел очень хвалить Этот смартфон Он мне понравился Вот в первые дни Ну ты его берешь Реально компактный Классный смартфон Но когда ты проводишь тесты Когда ты сравниваешь Его с конкурентами Елки-палки Ну закрываешь глаза На его размер И смотришь даже В сторону Redmi Note 7 Ну за 200 За 170 долларов Где вы найдете Такой смартфон Ну он просто рвет Мне хочется сравнение Большое сделать И показать Что Xiaomi лоханулась Реально лоханулась Они выпустили Redmi Note 7 Который рвет Их сейчас флагманы Это разрыв шаблона Я не знаю Что у них там творится В голове Возможно Разные отделы Делали эти смартфоны Поэтому они это все дело Не учли Короче цена Потолок 300 баксов Потолок Это за 628 Как у меня Все Всем большое спасибо За просмотр Пока